всем привет продолжаем рассматривать картины и их описание опубликованные книги сокровище искусство картины знаменитых мастеров художественной репродукции в фотографиях перевод и дополнение под редакцию александра бенуа издательства 1904 года джулио пиппи прозванный роман римская школа фарнарина вазаре рассказывает что рафаэле было нежное сердце постоянно нуждающийся в любви то что в риме было у него возлюблено которой он остался верен до конца своей жизни предания разукрасившие биографии великого художника разными анекдотами преимущественно по части его сердечных дел гласит что это возлюбленная была дочь некого булочный фарнара фонарина и что будто бы она служила рафаэле натуршицы при исполнении многих из его произведений например для прелестного этюда находящегося галереи берверини на котором изменится надпись рафаэль рубинос означающий однако не принадлежность этой картины кисти рафаэля как теперь доказано то что она владела ей в той же самой натуршицы совершенно такой же позе но в облагороженном виде в более богатой обстановке мы встречаемся в картине женщина с двуали в галерее пяти по флоренции хотя быть может картина это только копия со сферата с той же модели написаны сикстинская мадонна и магдалины в картине святая цицилия находящийся в балонской галереи что изображено на этих картинах лицо натуршица бывшая своею в мастерской рафаэля то время когда писали эти картины доказывает и воспроизведенный в нашей гелиагравюре портрет фарнарины в стратусской галереи как своим сходством с портретом в галерее барберини работы самого рафаэля так и манерой компоновки исполнения похоже на рафаэль с позой изображенной особой почти та же черты лица очевидно принадлежат той же женщине римский головной убор до красивой шпильки жемчужины включительный почти тот же роскошный наряд сходим с нарядом на картине женщина под вуалью но автор этого портрета ученик великого мастера очевидно джулия романа боязливо придерживался оригинала он арабский передал чересчур короткий низ лица чересчур крупный нос незначительное выражение прекрасных и больших глаз ничуть не листи оригиналу пожалуй даже с излишним натурализм но великолепном блестящим колорите в мягких переходах из тона в тон тщательности рисунка и лепки художник постарался выказать свое искусство быть может в угоду своему учителю на глазах которого писалась эта картина вот такое описание картины и нашел книги издания 1904 года сокровище искусства картины знаменитых мастеров художественной репродукции фотографиров баде к нам по перевод и дополнение под редактой александра бенуа пока пока до свидания антон Продолжение следует...